Да, а вам же объяснили, что это деньги выделяют строительству Российской Федерации. Да, ну сейчас, секунду, девушка. У нас три года здесь вообще шоссе двигать не будет. Я вам, наверное, вопрос, потому что мы сейчас говорим о получающем проекте, тут все в граммаре с правой разрядкой и прочее-прочее. А каким образом, опять же, возвращаясь к вопросу генерального плана, предусмотрена вот эта строительность? Потому что на сегодняшний момент и в газете факты были, являют сообщения о том, что предоставление участков вдоль как раз шоссея, в частности, вот в этих местах, я конкретно не помню, какой там метр, о строительстве различных объектов, в салонах, магазинах и еще прочее. Сейчас мы, получается, пока там замечательный проект проектируется, вся вот эта часть, особенно касается первой балашики, вот Павельки Калениной и дальше туда, в сторону области, там все предусматривается, но, по крайней мере, есть желание у каких-то застройщиков или еще что-то застроить вот эти куски, да, но вот каким образом это сочетается? Говорить в генплане сочетается, это отдельно, да, потому что постоянно, регулярно рассматриваются вопросы о предоставлении участков по строительству чего-то, чего-то, чего-то. Значит, то вот и сам. Я отвечаю, конкретно по данному проекту проходило согласование с правообладателями этих земельных участков, у некоторых правообладателей часть земельных участков была изъята, некоторые правообладатели отказались, так сказать, добровольно в пользу реконструкции дороги, то есть их это, в общем-то, даже в их интересах, потому что у них получаются съезды на их участки. То же самое предусмотрено с трамваем, после того, как заговорили о проекте трамвая, ни один участок новый не был предоставлен в этой полосе, которая предусматривается под трамвай. А почему вот буквально на мягкие непоскопыроны в газете факт опять объявляется о том, что раз публичные слушания по застройке там вот этих территорий, по предоставлению участков или по изменению вида участков под строительство? Ну, скорее всего, этот участок не затрагивает трассу трамвая. Вот это предусмотрено. Вы скажите конкретно, какой трамвай проходит у нас с правой стороны, по поводу движения от Москвы, сразу за красной пленей. Вы понимаете, в чем беспокойство? Понимаете, в чем беспокойство? Что у нас генплан идет отдельно, а дорога идет отдельно. Нет, смотрите, дорога идет, дорога идет, дорога идет. Генплан это все совместит, что у нас получится, что дорога стоит ехать. Смотрите, генплан разрабатывается в соответствии со схемой территориального планирования Московской области, в которой реконструкция трассы Волга, да, автодороги М-7 предусмотрена. Изначально в предыдущем варианте, который действует сейчас генплан, там были предусмотрены четыре петли эстакадного типа развязки, такие уши, как мы их называли. Сейчас этих, как бы, ушей не будет, будут вот в таком виде, вот эти вот эстакады. Ну, как бы, планируется, опять же, мы еще пока не знаем, будут они или нет, мы их обсуждаем сейчас, но планируется в таком виде. То есть не будет вот этих петель, которые планируют, как бы, съезда лепестков, да, вы уговорите. Мы не будем снимать землю. Очень много.